Спрашивают, почему вы переехали в Турцию? Нравится ли вам проживать в Турции? За исключением интернета, все остальное устраивает? Честно говоря, там это политический нюанс, во-первых. Во-вторых, после приезда сюда я уже убедился в том, что мусульманин 100% должен жить среди мусульман. Это 100%, потому что это огромнейшее благо. Когда ты окружен мусульманами, когда ты заходишь в мечеть, когда ты есть, не дай бог, что случится, тебя похоронят по-мусульмански, что называется. Да и вообще просто жить среди верующих людей, приобщенных к единобожию, это неописуемое благо. Это просто неописуемое. Тогда отношение людей друг к другу совсем другое. Например, в Москве я жил как, я не знаю, я явно был там чужой. И мне непосредственно и бабули, и дедули, и молодые, и старые, и учителя, и в университете, везде мне давали понять, что ты здесь не свой, ты чужой, ты гость. Помни об этом. Хотя я как бы пытался быть полезным. Все сотрудники, которых я брал, 90%, они всегда были русские. И у меня была ошибка в том, что я пытался им понравиться. То есть я пытался доказать им, что я неплохой, я не тот, как они обо мне говорят. То есть я полезен их в обществу. Смотрите, мол, ваши дети, они все у меня работают. Я им выдаю зарплаты, и по 300 тысяч у меня зарплаты были у ребят, я выдавал. То есть я сделал ошибку в том, что я пытался им понравиться, но это была ошибка. Это была ошибка, не надо никому пытаться угодить, кроме как своему создателю, своим близким, родным, скажем, родственникам, верующим. Ну а тем, которые не ценят это, и чужим людям, неверующим, бесполезно это делать. Не стоит на это тратить время, что называется, не тратить свой ресурс, свой потенциал, свои силы и так далее на это. Короче говоря, переезд в Торцию, там очень много причин, очень много причин, но я этому очень рад. Я очень рад, что я оказался здесь, потому что каждый день здесь просыпаюсь, и вот вокруг вот такая вот красота, что называется, и прекрасная погода, люди, азан, у меня все устраивает, альхамдуля, у меня все устраивает. Есть, конечно, свои нюансы, не все так гладко здесь, но плюсы, которые здесь есть, они, конечно же, перекрывают полностью с лихвой те незначительные минусы, которые неминуемо есть в любом обществе. Я изначально переезжал из России в Азербайджан, но там я тоже не смог жить, потому что я хотел, и мне, например, не хотелось больше, знаешь, когда услышат людей, услышат кому-то, когда ты хочешь жить, как ты живешь, вот как вот свободы, свободы хотел. И когда приезжаешь, приехал к себе на родину, думаю, ну вот я вот на родину, приехал, и вижу, ну мечети нет. А если мечеть есть, ты заходишь, можешь, тебе там что-то говорят, мол, зачем ты так можешь, там, и так далее. То есть вот ненужные вещи какие-то возникают. Я хотел в общество, где люди именно знают, что такое азан, что такое поклонение Господу Богу, что такое единобожие, что такое ля-илях дала Махмада Расуллала, но в Азербайджане, к сожалению, моем огромном сожалению, такого нет. К сожалению, мне, конечно, комфортнее было бы в тысячу раз жить у себя на родине и наслаждаться нашими красотами, но религия мне важна.